здравствуйте хочу показать вам как плетутся вот такие вот бусинки изделия получаются ну поистине шикарные вот такие вот сережечки я сделала а если у кого-то нет цепочек то в принципе можно сделать еще и вот так вот вот с такими вот вместо цепочек штучками в принципе из таких вот бусинок можно даже сделать браслет у кого хватит терпения наплести много-много таких бусинок и сделать очень симпатичный браслет придумать соединение или может даже их на один такой шнур одеть можно будет вот дело в том что плетется вот это вот бусинка очень просто получится у всех с первого раза и потратится на это время но не больше минут 15 вот ну а уже дальше как сделать какое-то украшение уже будет работать ваша фантазия ну вот я сделал такие сережки они очень красиво смотрятся очень оригинальные нам для этого нужно вот цепочка ну вот у меня такая цепочка я покажу вам как я придумала соединить цепочку с этой бусинкой ну а уж и дело каждого будет такая что он захочет поставить может быть бисером сплести такие штучки может быть как-то еще что-то придумает но и так давайте приступим нам здесь понадобится биконусы вот я выбрала такие биконусы менее блестящие вроде бы камера на них неплохо реагирует вот смотрите что мы с вами будем делать набираем мы для начала вот такой набор биконус бисеринка биконус бисеринка так 4 должно быть таких штучек то есть биконус и бисеринка вот 4 бисеринки 4 биконуса все это дело завязываем в колечко обязательно мы начинаем с биконуса потому что смотрите нам через каждую бисеринку приходится несколько раз проходить вот поэтому если мы начнем с бисеринки то узелок будет у нас перед бисеринкой так он перед биконусом и по биконусам мы тут мало ходим в общем то так ну вот завязали обрезали сразу я не рекомендую подпаливать потому что может быть придется действительно ходить по нашим так сказать бисерин очкам и узелочек когда он заплавится он не даст возможности пройти вот ну вот мы вышли смотрите в бисеринку набираем следующий наш набор будет то же самое кроме одной бисеринки то есть смотрите биконус бисеринка биконус бисеринка биконус бисеринка и биконус то есть вот смотрите 4 биконуса но три бисеринки то есть биконусы по краям без бисеринок вот и закольцовываем это все опять вот в эту вот бисериночку. Ну и вот смотрите, что у нас с вами получается. Один цветочек. Вот здесь мы сейчас сделаем еще один цветочек. Биконусы, они как бы такую форму имеют, что когда их соединяешь, они как бы в такой красивенький цветочек ложатся. Вот, смотрите. Набираем еще раз такой точно набор, как мы только что набирали. Биконус, бисеринка. Биконус, бисеринка. Биконус, бисеринка. И биконус. Четыре биконуса, три бисеринки. Так, и это мы опять точно так же, вот в этой центральной бисериночке, закольцовываем. Проходим. И теперь мы опять, смотрите, что у нас с вами получается. У нас с вами получается один цветочек. Не знаю, видно хорошо или нет. Смотрите. Один цветочек. Второй цветочек. И два по полцветочка. Вот такой вот наборчик мы сделали. Опять выходим мы в вот бисеринку, которая будет центром нашего цветочка. Теперь мы должны это соединить в такую колечко. Значит, что мы для этого делаем? Тут немножко набор уже будет отличаться. Мы набираем один биконус, бисеринка и биконус. И смотрите, нитка выходит вот сюда вниз. Значит, мы снизу заходим на этой стороне, вот в эту бисеринку. Вот так. Подтягиваем хорошенечко. И теперь берем, такой точно набор делаем, биконус, бисеринка и еще один биконус. И смотрите, у нас нитка выходит вверх. Мы заходим вот в эту бисеринку сверху, вот сюда, вот так вниз. Ну и вот у нас, смотрите, получилось вот такое вот колечко. И сейчас мы из этого колечка, колечко, в котором у нас находятся 4 цветочка. Раз, два, три, четыре. И мы из этого колечка сейчас будем с вами делать бусинку. Все очень просто. Смотрите, нам нужно выйти в одну из этих бисерин. Вот выходим в ближайшую. То есть мы просто поднимаемся по биконусу и выходим вот сюда. Можно было или сюда, или сюда выйти. Ну вот выходим в эту. Дальше, что мы делаем? Мы просто-напросто между вот этими вот белыми бисеринками вставляем по одному биконусу. Смотрите, набрала биконус и зашла сюда в бисеринку. Подровняла, подтянула. Так, второй биконус. Так как бисеринки у нас 4, мы вставлять будем 4 биконуса. Так, не хочет ровно ложиться. Я плету на мононите. Ну, в принципе, можно делать и на леске, и даже на нитке. Ну, на нитке, наверное, будет более такой болтающийся. На мононите хорошо выходит. Вот. Ну и последний, четвертый биконус. Смотрите, одну верхушечку мы с вами уже сделали. Вот у нас получилась, видите, закрытая совершенно такая, как полубусинка. Теперь нам нужно сделать то же самое вот на этой стороне. Что мы для этого делаем? Мы идем по ходу нитки. Идем, смотрите, в биконус. Ну, сюда, в сторону низа или вверх, уж кто как раз положит. Вот, идем сюда, заходим в бисериночку. Ну, и кому как больше нравится, сюда или сюда. Ну, вот я иду, допустим, вот сюда и тоже выхожу вот здесь в бисериночку. Вот, и делаем мы точно так же. Набираем между этими бисериночками по одному биконусу. Хорошенечко каждый раз подтягиваем. Все, у нас всего, навсего заняло это дело несколько минут. И смотрите, какая получилась у нас симпатичная, милая бусинка. Все, она готова. Бусинка, состоящая из цветочка, видите? Значит, смотрите, как я вставляла цепочку. Я покажу, может быть, кому-то это пригодится. Хотя, я же говорю, каждый может по своему усмотрению делать украшение. Вот у меня нитка выходит из этой вот бисеринки. И будем мы нитку располагать так. То есть, вот у нас есть такие тут небольшие отверстия. Напротив этого отверстия, с этой стороны, я вот так пропускаю цепочку. Ну, естественно, что у цепочки должны быть такие звенья, если вы будете делать с цепочкой, чтобы сюда пролезла иголка с ниткой. Вот, смотрите, я беру последнее звено нашей цепочки. Вот так. Одеваю его. Так как цепочка у нас, она выходит туда. А здесь я захожу вот сюда в бисеринку, которая напротив. Вот так, видите? Немножечко даю такой, ну, не делаю большую сильную натяжку на леске. То есть, у меня, видите, цепочка ушла вверх. То есть, я сейчас закреплю нашу ниточку. А лучше я ее закреплю, пойду немножко вот сюда, уйду в сторону от того места, где у нас дырочка, в которой у нас заходила цепочка. Я вот здесь где-нибудь завяжу узелочек. И ниточку можно обрезать. Вот здесь. Так, ну, и можно зайти в биконус, который спрячет наш узелочек. Я уже уверена, что он не выскочит, наша ниточка, потому что очень туго, видите, проходит. Вот так. Если еще зайти вот сюда и тут уже дальше обрезать. вот, ну, вот и все. Ну, вот наш шарик на цепочке готов. Смотрите, дальше цепочку обрезаете по нужному размеру, соединяете со швензой. Тут уже, я говорю, это у кого какая цепочка. У меня получилось так, что швенза зашла просто в цепочку хватило размера колечка. Ну, вот такие вот милые изделия получаются. Шарики делаются очень просто. Не нужно никакой схемы. Просто набираете, делаете цветочки и получаете от этого удовольствие. Ну, а на этом все. Всего вам доброго. До свидания. Рукодельте с удовольствием. Руктор с удовольствием.